Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Тене Тильви. В Тель-Авив стиль жизни сегодня хочу с вами поговорить о хлебе, о цельнозерновом хлебе на закваске. Рецепт от нуля буквально из ничего, из муки и воды, закваски, всего процесса приготовления закваски, потом из нее хлеба, будет дальше. Сейчас я хочу сделать такое небольшое вступление, если вам оно не интересно, то перемотайте на ту самую минуту, которую я вам написала, наверное, не здесь, здесь. Итак, я давно интересовалась хлебом в плане того, что я понимала, что хлеб, как любитель печь, естественно, я понимала, что хлеб не может в себе содержать 250 разных компонентов, так как то, что мы видим даже на хлебе с хорошей пекарней, какие-то много ингредиентов там. И по сути, я предполагала, что там должно быть мука, вода, соль, возможно, сахар, возможно, какое-то масло. И все. На деле оказалось все проще, на деле оказалось только три ингредиента. И все, больше вам ничего не надо. Можете только использовать разную муку, которая вам больше нравится. Далее. Дрожжи или закваска. В чем разница? Я, когда начала за время вот этого нашего дикого карантина изучать этот вопрос, очень многие люди утверждают, что дрожжи – это грибки, это вредно в наш организм пускать, поэтому надо закваска, там, это лактобактерия. Вы знаете, это миф, это не так. Закваска состоит из двух компонентов, по сути, она состоит из двух компонентов, мука и вода, но ее поднимают, и вот этот процесс ферментации запускают два вида дрожжей и бактерий. Там есть лактобактерия, которая интенсивно делает процесс ферментации, и натуральные дрожжи, которые у нас везде, на руках, в воздухе, на любом предмете. И это то, что дает закваске возможность быстро расти, подниматься, да, дрожжи, как обычные, то, что называется, коммерческие, промышленные дрожжи. Только промышленные дрожжи взяли те же самые дрожжи, выделили эту молекулу или что бы там ни было, и стали ее в промышленных масштабах без закваски, из той же закваски выделили, стали ее выращивать и продавать. Закваска же это по сути лактобактерия и дрожжи, те же самые, может быть, немножечко другой вид, я уж не знаю, и дрожжей, которые в воздухе у кого летают, но по сути это миф, и там, и там есть дрожжи. Но здесь сочетание происходит, представляете, дрожжи, да, они тоже запускают процесс ферментации, но закваску мы готовим 3-5 дней, и получается там мощная уже лактобактерия, которая делает хороший процесс ферментации, плюс дрожжи, это все замечательно. Если мы делаем на дрожжах, то сколько надо времени проквасить это тесто, чтобы появилась там вот эта лактобактерия, и процесс ферментации начался так же, как в ситуации с закваской. 5 дней вы будете возиться с тестом, да, если будете, то у вас получится уже тоже самое хлеб на закваске, но это не нормально так долго возиться с тестом дрожжевым. Поэтому дрожжевое тесто мы обычно раз-два в течение дня испекли, забыли, оно поднялось. Закваска же, которая там неделю или 5 дней, там или 3 дня у вас готовилась, там очень хорошая уже имеется мощная лактобактерия, и она делает этот именно процесс ферментации. Дрожжи расщепляют сахара в муке, и лактобактерия, и ферментированный хлеб, он получается намного более полезным, потому что он уже, вот эти все лишние сахара, которые нам не нужны в таком количестве, это, знаете, как зерно, которое белая мука, взяли цельное хорошее зерно, его очистили и оставили только, вот знаете, вот эту вот глютеново-сахарную классную вещь, которая очень вкусная, очень замечательная, но она очень вредна для нас, это быстрые углеводы. Цельное зерно, еще и ферментированное, это просто шик. Для тех, кто не хочет поправляться, для тех, у кого диабет, ферментированный хлеб, то есть цельнозерновой муки, дамы и господа, это наше все. И даже для тех, кто просто заинтересован в правильном питании, это намного более полезный хлеб, именно за счет того, что он ферментированный, и часть вот этих ненужных для нас веществ уже бактериями обработана для нас. Поэтому для меня это потрясающий, великолепный вариант. И когда ты уже поставил вот этот весь процесс, который я вам покажу дальше, для себя на какие-то рельсы, как нашел какую-то рутину, как у тебя это работает, это выглядит не так все страшно, поверьте мне, когда ты с этим сталкиваешься, первый раз только начинаешь. Потом ты уже знаешь правильный тайминг, допустим, я стою с утра, достаю свою закваску, ее кормлю, взбалтываю, ставлю, замечательно, к вечеру она уже у меня вся бурлит, даже не к вечеру, а намного раньше, я ее могу в холодильник убрать, если ее сильно поперло. Вечером делаю тесто, замешиваю, растягиваю 3 часа в холодильник, на утро встаю, в пику, все. У меня мой режим дня такой, да, вы можете это подстроить абсолютно под любой режим дня, и с тех пор, как я научилась, вот и выработала для себя этот способ приготовления этого хлеба, я уже месяца два вообще не покупала никакой хлеб в магазине, и все безумно довольны результатом, который получается. Все, дамы и господа, приятного просмотра, надеюсь, это видео будет для вас максимально простым, достаточно информативным, и я надеюсь, что я смогла упростить эти процессы, потому что я два месяца отсматривала чертову тучу разных видео, и везде такая головоморочка была, пока не нашла какие-то базовые простые принципы, по которым это может хорошо работать, без безумных взвешиваний весов, высчитывания по граммам, просто интуитивно, как это работает в нашей обычной жизни, а не в аптекарской какой-то среде, где, да, по миллиграммам все это взвешивает. Приятного просмотра, не забывайте поставить лайк, заглянуть ко мне в инстаграм, ксения телевизору инстаграм, подписаться на канал, у меня не кулинарный канал, у меня кулинарный, у меня канал лайфстайл, и все, пока-пока. Так, дамы и господа, всем привет, и добро пожаловать в хлебно-заквасочное видео, у меня там стирает и моет машина, поэтому шум есть. Я делаю закваску из, у меня здесь три вида муки, цельнозерновая ржаная, хлебная мука и цельнозерновая пшеничная мука, я сделаю сейчас из нее, потому что две другие у меня есть. Я беру, знаете, много не надо, потому что потом мы будем кормить и добавлять, и у вас будет ведро закваски под конец. У меня вот такая вот штука, здесь когда-то была свечка, теперь это банка для закваски. Вот так вот, ложечку муки и такую же ложечку воды. Смешиваю. Еще чуть-чуть воды. Я ничего не взвешиваю, вот ничего. Вот это все взвешивание, я когда смотрела все эти рецепты заквасок со взвешиванием, с весами, со всей этой головоморочкой, мне казалось, что все, туши свет, бросай гранату, я никогда этого не сделаю. Потом нашла один рецепт, я вам ссылку оставлю внизу, если вам интересно. Я делаю только по нему. Вот берете вот все. Этого достаточно еще с ложки надо будет снять. И вот это вот все, это достаточно, потому что потом мы будем добавлять, 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 если брать много, у вас будет реально тонна. И оставляем это на сутки. Я всегда добавляю воду минеральную, потому что в обычной воде из-под крана может быть хлор, может быть что-то. И он, естественно, стерилизует и убивает наши кисломолочные бактерии и все остальное, что должно, по сути, жить в нашей закваске. Вот такая вот история. Закрою сейчас фольгой, сделаю дырочки, чтобы был воздух. И привет. Через сутки встретим. Знаете, не фольгой, я нашла вот такую вот крышку, она у меня на другой закваске была. Вот так, чуть-чуть открыто, чтобы воздух заходил. Все. 24 часа, увидимся. И добавим такое же количество воды, такое же количество муки. Перемешаем и поставим еще на 24 часа. У меня она живет в шкафу с чашками, где нет прямого солнечного света, ничего. Оно здесь спокойно себе отдыхает. И сутки стоит. Ждет следующей кормежки. Сутки прошли. Вот мой плевок, можно сказать, в закваске. Пахнет замечательно. Я не знаю, видно, не видно, там кое-какие пузырики появились. Все замечательно. Я давно приношу количество, не надо пол ведра. Теперь берем и по той же системе ложечку муки, потому что там ложка есть. Соответственно, такое же количество ложечку, ой, извините, если было громко, муки и ложечку воды. Все это хорошенечко надо размешать. Еще воды добавить, потому что, на мой взгляд, оно густовато. А перько. Вот эта консистенция просто замечательная. Хорошо ее размешать. Теперь закрыть и встретимся опять через сутки. Так, закрыть так, чтобы воздух упадет. Хочу вам показать этот хлеб на разрезе. И хочу сказать, что я не стремлюсь к огромным дырам, как многие показывают. Вот что прямо... Нет, я не люблю вот это. Для меня это даже более чем достаточно. Поэтому я стараюсь какое-то супер дырявое не делать. Я не люблю, когда у меня оливковое масло начинает капать из этих дыр. Вообще хочется хлеба, а не дыры. Итак, двое суток ровно прошло. Вы можете видеть, у нее тут пузырики. Она замечательно пахнет таким кисломолочным продуктом, скажем так. Если у вас сверху застоялась вода, и у нее начался такой, знаете, запах, я не знаю, стоялой канализационной воды, я это выбрасываю, я это не продолжаю. Меньше воды в следующий раз. И вообще, знаете, какой у меня совет вам? Может быть, она плохая закваска из-за муки, из-за того, из-за сего. Во-первых, если вы делаете первый раз, сделайте сразу из нескольких вариантов муки. Я делала по этому рецепту из белой хлебной, из ржаной цельной, и вот эта пшеничная цельная. Говорят, что лучше всего из цельной. Вот эта пшеничная цельная. У меня лучше всего закваска выходит из ржаной цельной, хотя все остальные тоже замечательные, это если уж присматриваться. Двое суток прошло, и сейчас мы дошли до уровня, что мы ее будем кормить каждые 8 часов. Значит, здесь у меня 2 чайные ложки. Это выглядит много, но здесь только 2 чайные ложки муки и 2 чайные ложки воды. И все, теперь я добавляю столько же, сколько здесь есть. Мы каждого раз добавляем столько, сколько у нас есть. То есть, если здесь есть 2, добавляем 2. Через 8 часов будем добавлять, соответственно, 4. Здесь у меня вот в этой ложке 2 чайные ложки муки. И сейчас воды. Я воды добавляю сначала поменьше, размешиваю, смотрю, как происходит. Какая текстура у нее, она не должна быть ни в коем случае жидкой, если она будет жидкая, она просто не сможет подняться. Когда вы ее перемешиваете, ее надо, знаете, так слегка взбивать, чтобы попадал воздух. Попал воздух, прошел, пошел процесс закисания. Вот. Такая консистенция просто идеальная. Но ее надо немножечко, знаете, так, поактивнее, чтобы она обогатилась воздухом. Нету кислорода, нету жизни. И вода должна быть температуры, желательно не холодная, не горячая, а такая, как вам, вот, тепленько, приятно вам. Вот эти закваски будет тепло и приятно. Если вам будет горячо, то ей будет не очень в кайф, наверное. Хотя, я думаю, чтобы ее убить, надо уж совсем горячую воду. Но все равно я придерживаюсь не холодной, не горячей, а такой вот приятной. Как нам приятно. Так, как говорится, и остальным живым организмам приятно. Все, теперь до 8 часов оставляем. Через 8 часов ее ждет 4 ложки муки и водичка. Вот так прикрыли слегка. И в стороне. Дамы и господа, прошло 8 часов, и закваска начинает быть, видите, вот эти вот, текстуру ее начинает быть похожа уже на закваску. Это не просто такая каша, которая непонятна там, что у нее уже внутри пустоты такие, пузырики. Она живет, процесс пошел, запах замечательный кисломолочный, ничего не воняет, никаких неприятных ароматов, или там что-то гнилостных запахов, запахов, как многие говорят, что у них в процессе создания закваски, и надо, чтобы хорошие победили плохие. Тихо еще ее подержать нету. Вот сразу, на второй с половиной день, можно сказать, она у меня пахнет с самого начала замечательно. Кисломолочным или мукой влажной, или кисломолочным продуктом. Так, значит, здесь у меня 4 чайные ложки муки, мне надо добавить еще 4. В этой ложке у меня 2 чайные по размеру. 4. Я это делаю уже не через... Чуть поменьше, не люблю, чтобы было сильно влажно. Не через 24 часа, а через 8. И я вам гарантирую, через несколько часов она поднимется уже в несколько раз. Если она у вас будет сильно жидкая, то она не будет подниматься, она будет не очень хорошо себя чувствовать. Еще можно капелюшку, чуть-чуть водички. Вот так. И смешиваем, знаете, так, энергично, чтобы попал кислород. Нет кислорода, нет процесса. Вот такая консистенция, то, что надо. Так, закрываем. И когда там что-то начнет происходить, я вам покажу. Видите здесь, сколько всего ее? Немного. Совершенно немного. И больше не надо, потому что потом ее попрет, и вы просто, как в той сказке, не будете знать, куда ее девать. Видите, видите, вот это была линия, докуда она была. И вот сейчас она в два раза уже поднялась, вся в пузырьках. Я дождусь момента, когда она начнет опадать, и буду ее опять кормить. Не обязательно стоять над ней и ждать момента, когда она начинает опадать, чтобы начать ее кормить. Если вы пришли, она уже опала, это не значит, что она умерла. Это значит, что она все съела, и ее деятельность как бы приостановилась, потому что ей больше нечего есть. Но она не умерла. Она просто голодная, как бы отдыхает в голодном обмороке. Смотрите, как пузырьки прет ее прям. Вот, поэтому пришли, опала, покормили, ее попрет опять. Умрет она, знаете, в каком случае? Если вы туда кипятка нальете и сболтаете, тогда кипяток ее убьет. В других вариантах я не представляю, как можно закваску убить. Ну, или если она у вас заплесневеет, там какие-то вредные вещи появятся. А так я не вижу. Если вы ее оставите, может быть, голодной, на несколько дней где-то, то, конечно, она заплесневеет. А так, если вы пришли, она опала, и ничего страшного, покормить ее попрет опять, и моя замечательно пахнет. Я не переношу вот это, вот я не перебарываю, как я сказала, это там плохо пахнет, давайте подождем, пока хорошие победят плохих. Нет, это дойдет в мусор, если это плохо пахнет. У меня ничего никогда не пахнет плохо, и если один раз такое у меня случилось, я поняла, что, наверное, я больше воды налила, и просто сверху вода собиралась, может быть, это то, что было. Больше так не делала, с тех пор никогда больше ничего плохого не пахло. У меня здесь все, полный бардак, мы с мамой пирожки с капустой делаем. Но закваска сказала свое слово, она начала падать, поэтому добавляем. Сколько мы с вами делали? Последний раз это было 4, значит, два раза больше. Эхо, ложечка у меня мокрая, ну ладно. Раз, и сейчас сделала. Значит, у меня вот эти вот 4 ложки, это, по сути, 8 ложек чайных муки. И водичку также. В такой же точно пропорции. Я сначала добавляю 3, размешиваю и смотрю, если надо еще, то еще одну. Надо еще одну. Итого у меня прошло сейчас у нас 5 часов. До этого я ее кормила в 12 часов дня. И она у меня в 2 раза поднялась. И я думаю, что сейчас, через 4 часа, она уже дойдет как бы вот прямо вот до сюда, до конца. и я смотрю исключительно по ее текстуре, когда можно начать на ней печь. Я вам покажу, будет она уже или не будет, или еще надо будет один раз ее покормить. прикрыла. Давайте найдем место, где сделать вот здесь отметочку и все. Видите, сколько места свободного. По моему прогнозу, она должна подняться будет до конца. за примерно, не знаю, часа 4, может быть, и быстрее должна будет прямо вот как бы проделать весь этот путь. Эта банка у меня еще расширяется кверху. Я ее обожаю. Это от свечки. Я ее обожаю для закваски. Хочу вам показать. 3 часа прошло. И вот она насколько поднялась. То есть вот чуть больше, чем в 2 раза. и она еще не собирается опадать. Я подожду, пока опадет и еще раз покормлю и тогда можно будет печь. Ну вот я вижу у меня вот это вот. Идемте. Идемте на точку кормления. Она начала видите опадать. Сейчас хочу вам показать текстуру. Видите? Вот она. Еще немножечко не готова. Но видите, уже внутри она не жидкая такая. Вот она прямо пузыриками. Сейчас я еще раз покормлю. И тогда вообще будет круто. Завтра к утру думаю, я на ней уже буду печь. А если ее опустить и перемешать, ее будет ровно половина. и в конце со всеми добавлениями мы с вами видите, пришли к какому количеству. Не к целому ведру. Так, сейчас нам надо 8 ложек чайных 8. По-моему, 8. Надо мне посмотреть прошлый клип, сколько я добавляла. И вы знаете, честно вам скажу, я дальше добавляю на глаз примерно половину воды и половину муки. Вот на глаз. Я ничего больше не мерю и не взвешиваю. Вот смотрю, сколько здесь предполагаю, сколько муки надо добавить и столько же воды потом смешиваю просто на глаз, чтобы была нормальная текстура и примерно была вменяемая что у меня здесь газ вышел из этого из-за потела стекло. Вот и все. Я все перемешала, покормила. Это идет назад в шкафчик. закрывается и встретимся завтра утром. Если это стереть, у меня такой специальный фломастер, который то есть не специальный фломастер, который не стирается, а тот, который рисуешь на стекле и можно потом стереть. Где он у меня? Вот, отмечаем. Многие делают там резиночку, это все, знаете, я вот в обычной жизни никаких пометок не делаю. Я заметила, примерно, что я сделала там треть. Ну и потом, когда уже до верха дошло и все, или в два раза в общем увеличилось, и пеку, и замечательно выходит так, что до утра. Утром посмотрим, если она уже опадет, я туда еще добавлю муки, взболтаю, там ей два часа, она шикарно уже поднимется и буду печь, потому что печь надо, когда закваска у вас на пике своей активности, когда она уже хорошо поднялась, но еще не начала падать. Часа прошло, в два раза она подросла, это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что на ночь ее нельзя оставлять, ее надо заставить в холодильник, поставить в холодильник, потому что иначе, видите, какая текстура, иначе ее попрет через край, и она мне здесь вот это вот все просто уделает. В холодильнике закваска не умирает, не замораживается, она продолжает жить, меньше просто радуется жизни, потому что ей банально холодно, а холод просто замедляет процессы развития дрожжей и вот этих вот лактобактерий. Поэтому она идет в холодильник, завтра достану с утра, покормлю и буду на ней уже печь. Такая вот красота. Достала закваску из холодильника, как видите, где наш опознавательный знак стерся, что ли, пока нет. Вот он. И вы видите, насколько она поднялась. Выглядит замечательно, сдремнула в холодильнике, текстура потрясающая, все замечательно. Сейчас мы ее покормим и вообще будет шик. Видите? Видите вот эту текстуру? Вот это то, что нам надо, чтобы понять, что она... Видите, вот это пузырь, и оно не сразу схлопывается, когда я ее двигаю. А она прямо вот она. О! Вот эта текстура нам нужна, вязкая такая, вот эта с пузыриками, чтобы понять, что за квасочка. Вот она, вот она, красавица. Готова и просто уже живет, прекрасно себя чувствует, замечательно пахнет, не воняет, ничем противно, никакой плесени, ничего. Я это сразу, я вам сказала, выбрасываю. Мопс мой там орет, но как мне кто-то сказал, он не орет, он разговаривает. Так что, видимо, он участвует в создании закваски. Сейчас мы ее перемешаем, тепленькой водичкой с мукой покормим, и она будет вообще бодрая, готова к выпечке хлеба. Значит, дальше у меня система такая, когда закваска готова, я ее уже не кормлю один к одному, то есть количество, которое у меня есть здесь, добавить, как я делала раньше, такое же для нее. Нет, я добавляю просто на глаз вот такую одну ложку, ну, это примерно, треть, наверное, от ее объема, может быть, меньше даже. Никого значения не имеет, добавляю тепленькой водички, ни в коем случае не горячей. Она поднимается, я половину или больше, там, 300 грамм забираю для выпечки хлеба, я обычно пеку килограмм муки беру. И после того, как я забрала количество для выпекания, я добавляю также ложку муки в то, что осталось, воды размешиваю и ставлю в холодильник. Все, три дня она легко живет на вот такой вот ложке. Сколько здесь, ничего не написано. Здесь что-то написано. Ну, я думаю, это, я это все делаю по ощущению, видите, 80, что ли, миллилитров. Я не делаю ни с какими весами, ничего. Видите, замечательно все работает. Я считаю, что это такой, такой способ, который, не способ, вернее, а закваска, тесто, готовка. Это, ну, не знаю, может быть, французская кухня требует четких весов, но вот выпечка пирожков и теста, ну, как бы, все на ощущение я делаю. Конечно, я соль кладу столько, сколько надо. Так, сейчас я размешаю, вернусь. Ну, вот я ее размешала. У меня сейчас половина моей этой банки. Я не буду ждать, пока она в три раза поднимется, потому что у меня, да, половина объема, как только она дойдет до краев, так как я дома и жду ее, пока она поднимется, я вот, да, дойдет, когда до края, я буду печь, потом, как я сказала, половину забираю, оставшуюся часть покормлю, в холодильник, и все, привет. Три дня она может легко жить, через три-четыре дня достаете, мучки подсыпали, водички добавили, размешали, и назад в холодильник она у вас так будет жить прекрасно. Я тут как раз нарезала хлеб и не удержалась, чтобы вам не показать, какой красавец. Какой аромат, вы не представляете. Какая корочка, какая текстура. Вау, я довольна. Я не знаю, как это в плане людей, которые постоянно пекут хлеб, профессионально этим увлекаются, но для меня прям я собой гордо. И так, дамы и господа, закваска. Смотрите, какая красотка ожидает нас. Ее пока в сторонку. Она еще будет ждать. Тут у меня килограмм муки, треть хлебной муки, можете брать простую белую, треть цельной муки и треть ржаной муки. Можно делать любую муку, какую вам захочется, даже обычную белую, тоже работает, пробовала. Но я люблю всегда, чтобы была цельнозерновая. Берем, заливаем это все без перчаток, без перчаток. Я это не делаю, потому что потом это тесто выковыривать из-под ногтей, это неприятная ситуация. Надеваю я перчатку и это все мы смешиваем с 700 мл. Такой, знаете, приятной, тепленькой воды. Я всегда проверяю, потому что она не горячая, чтобы у меня заварное тесто не получилось. Все это смешиваем. Я всегда использую минеральную воду, потому что в воде из-под крана, по крайней мере, у нас это уже проверено на моем опыте, есть хлор, а он не дает правильно называться бактериям закваски. Значит, все это надо хорошо перемешать. Думаю, надо будет еще воды, потому что у меня здесь есть ржаная цельнозерновая мука, она впитывает больше воды. Но, в общем, пропорция вот такая, где-то 700-750 на килограмм муки. Еще здесь нет соли. Соль это последний компонент, который остался для того, чтобы сделать хлеб, всего три. Вода, мука и соль. Несмотря на то, что в магазинном хлебе мы видим, знаете, целые талмуды просто состава хлеба. Вот это то, что меня смотивировало печь хлеб дома. Ну, и не только это, знаете, еще и тот длинный карантин в два месяца, который у нас в Израиле был. Это был для меня толчок найти себе новые хобби. Я его нашла и просто очень хорошо изучила и получаю теперь массу удовольствия. Главное, что все с удовольствием едят этот хлеб. Этот хлеб пойдет свекрам, потому что дома более чем достаточно хлеба на данный момент. и еще еще одна вещь хочу сказать, что не важно хлеб на закваске у вас или на дрожжах цельнозерновой хлеб это не то же самое, что белый хлеб. Это совсем другой тип углевода. Потому что меня часто спрашивают, как же так? Как можно есть хлеб и не толстеть? Употребляйте в пищу цельнозерновой хлеб. Потому что цельное зерно это замечательный продукт. Потом его взяли. Я достаю сейчас такой скребок. Если не скребка, можно обойтись. Его взяли, очистили и, как всегда, превратили в нечто рафинированное и оставили вкусную и вредную часть. По сути. Намочить руки. Намочить скребок. У меня сильно прилипает, потому что очень много ржаной муки. Она очень липкая, цельнозерновая, особенно ржаная. Очень липкая, мерзкая. Такая серого цвета. И берет много воды в себя. И с ней тесто плохо поднимается. Опять же, поэтому я делаю на закваске, потому что дрожжи очень плохо поднимают цельнозерновой хлеб. Им это тяжело. Вот таким образом все. Здесь еще нет соль и нет закваски. замесили, все смешали хорошенечко. Так. Накрыли. Перчатку сняли. Что-то у меня куда-то кусок теста улетел. Так, и накрыли. В моем случае надели шапочку для вазы. И поставили стоять вот так. Целый час это муторный процесс. Час оно стоит, все это смешивается, выходит там, как это называется, то, что в зерне. Ну, в общем, процесс пошел. Глютен, глютен, вода, процесс пошел. И ждем час. Забыла, просто как глютен называется. Так, время пришло, данные господа. Перчаточку надеваем. И начинаем процесс внедрения закваски и соли в нашу смесь из муки и воды. Нам надо две чайные ложки соли на килограмм муки. Две. Вот так. И наша прекрасная эх, влипла в закваску крышкой. Наша прекрасная закваска. я добавляю на глаз 250-300 как повезет грамм. Оно видите, совсем не такое противное, как было когда надо смочить разноющую руку. Как было когда мы с вами его оставляли здесь. Глютен вышел, видите, процесс пошел. И вот этот процесс, что оно так тянется, это благодаря хлебной муки. Но если нет хлебной, как я вам сказала, пофигу. Любая подходить. Кажется, что много, но не забывайте, она пористая, воздушная. А вот это вот я теперь покормлю и поставлю в холодильник. Оно будет у меня три дня стоять замечательно. Голодная, но, как я вам говорила, холод он не убивает, он замедляет процесс размножения дрожжей, лактобактерий и всего остального. Теперь это все надо смешать. закваска там смотрите начала еще дальше подниматься. Вот таким образом когда все хорошенько смешалось, накрываем и оставляем это на 30 минут. Теперь длинный и нудный процесс растягивания и складывания начался. Растягивать и складывать нам надо будет три раза. Все, я думаю. Так можно делать очень долго. Залипаешь на этом. закрываем и увидимся через 30 минут. 30 минут практически на исходе и мы с вами вот таким образом вот таким я из всех возможных так все равно будет тикать. Выбрала вот именно этот. можно это делать также и соответственно рукой. Ну вот так подгребаем и на центр. Подгребаем и на центр. Смочили. это можно купить в любом магазине, который для готовки продает товары. Я так думаю, а может быть нет. У нас по крайней мере так. Теперь нет. Переворачиваем. таким образом и опять шапочкой и на 30 минут. Значит вот так и на серединку. круг закончили. Берем эту штуку и переворачиваем. Эх. Ничего мокрое. Так. Дамы, господа. третий раз я буду растягивать. Один раз я не снимала, потому что вы все поняли, как это делается. И это третий раз. Тесто смотрите, какое стало гладенькое, хорошо тянется. И оно немножечко мягкое, потому что у нас тут очень тепло. Лето пришло, а летом у нас жарко. такое замечательное тесто. Закончили процедуру растягиваний. Полчаса и возвращаемся делать из него форму. Мы приступаем с вами к завершающему этапу приготовления теста. Берем пергаментную бумагу с водой. Водой для того, чтобы тесто не прилипало. Открываем наше тесто. Оно, как видите, увеличилось в размере. Луки смочили. Достаем тесто. Достаем тесто. Так, как вы это сейчас вам показать, берете. И вот таким образом подминаете внутрь. Даете ему форму шарика. Внутрь. Скручиваете его края внутрь и на бумагу. Так. уберем. Ладно. Вот таким образом. Не преувеличивая, потому что у вас будет дыра, я делаю ему форму. Здесь раз, закрыли, положили. Все это дело на расстойку, на холодную ферментацию в холодилье. Берем эту бумагу. Я это делаю не в какой-нибудь супер крутой, модной, правильной корзинке. А я это делаю просто-напросто в дуршлаге. Вот так. Теперь опять накрываем и на ночь на холодную ферментацию в холодильник. А завтра уже увидите, как будем печь. Так что до завтра. Вот таким образом. Это все выглядит. конечно все в тесте, но что поделать. Таков процесс. Увидимся завтра непосредственно на выпечке хлеба. Итак, дамы и господа, момент истинный пришел. Утро мы будем печь. Тесто выглядит замечательно. Бумага только у меня вот эта дерьмовая. Я ее купила в Супер парне. Это их домашний бренд. Она была наверное две половины. не покупайте лайф бумагу пекарскую. Она дерьмовая. Она тонкая, она рвется и все очень плохо короче говоря с ней. Так, наше тесто сбрызгиваем водой, чтобы мука прилипала лучше. Посыпаем мукой. Берем обычный нож для хлеба. Надо лезвие, надо что-то острое, чтобы было красивее. я обойдусь обычным ножом. И тут всегда вопрос, какой надрез сделать? Сделаю обычный. И вот таким вот образом надрезаем, чтобы хлеб когда будет подниматься, не подорвался. Хотя у меня обычно он все равно норовит еще где-то подорваться. Все. Теперь это идет в духовку. В духовке у меня 260 градусов. Внизу стоит на самом низу противень, на который я бросаю лед. Обязательно поставьте вниз противень. Так надо. Туда бросаете лед. Сейчас покажу вам лед. Лед надо для того, чтобы получились пары, была замечательная корочка. Полчаса пеку на 260 градусов сразу со льдом. То есть поставила хлеб, кинула лед на дно второго противня, который внизу. полчаса прошло, понижаю температуру на 200-220 и еще полчаса. Лед там, хлеб там, закрываем и полчаса не открываем. В общем, вот конечный результат. вот такой на 2 килограмма огромный каравай, как вы видите, да, вот это я посыпала мукой, как оно хорошо растыло, нигде ничего больше не подорвалось. Здесь все в муке, потому что только когда я эту муку кисточкой смахну и все закончу, я все здесь уже буду протирать. Теперь обязательно убрать эту бумагу, не оставлять его остывать с бумагой, убрать бумагу, поставить на решетку, чтобы он остывал, она еще будет остывать, конденсат он сопреет и попка хлеба у вас будет мокрая, противная, не будет ни по приятной корочке. Постучали, глухой звук говорит о том, что он испекся, хорошо бы еще по попке постучать, но он слишком большой, я думаю, опыт мне уже говорит о том, что он готов и желательно не резать его горячим, потому что пока он остывает, там еще идут процессы выпекания и желательно подождать часа 2-3, когда он полностью остынет, тогда уже резать, поэтому сейчас я буду перекладывать, убирать бумагу, соответственно, все будет в муке, потому что когда поднимаешь мука, тоже осыпается, но я люблю этот вид с мукой, а боже, можно не посыпать, ничего не изменится, по сути, мне нравится, когда выглядит образом, выглядит, ой, тяжело, я на одной руке держу, другой снимаю, выглядит попка, замечательно, вот это, что видите, более темное, это на самом деле не так черно, как выглядит на видео, оно просто темно-коричневое, и это прям круто, я люблю, когда он слегка такой, имеет более насыщенный, зажаренный вкус, вот видите, сколько здесь всего осыпалось, поэтому я предпочитаю ничего не трогать до тех пор, пока не завершу процесс выпекания, потому что иначе вам надо будет это все тереть каждые 2 минуты, сыпется, это грязный такой мучной процесс, и все будете в муке, ну что поделать, разрезки вам показывать не буду, потому что этот хлеб идет с векром, и как-то, знаете, надрезанные дарить странно, вот, и что хотела сказать, потому как он, я вижу, здесь раскрылся, и какой у него хороший звук, я более чем уверена, что он внутри тоже замечательный, он, видите, он не низкий совершенно, он хорошо поднялся, закваска сработала просто великолепно, и, ну, я вам показывала уже много раз разрезы разных своих хлебов, и вот в процессе этого видео показывала, я более чем уверена, что здесь будет все точно так же, судя по тому, как это все замечательно вышло, дамы и господа, надеюсь, вам это видео было полезным, я очень постаралась, чтобы сделать его максимально четким и простым, потому что остальные видео, когда я сама училась печь хлеб на закваске, это просто, как бы, я не знаю, высшая математика была, это настолько все было сложно, и трудно, и мудрено, что я для себя два месяца изучая весь этот процесс, просто два месяца не переставая изучая на карантине этот процесс, выработала вот такую вот формулу изготовления хлеба, для меня работает замечательно, и я рада, что я могла с вами поделиться, я, знаете, не особо пекарь, не особо готовщик, я просто это очень люблю, и мне кажется, что нет такого, как мне многие говорят, что у меня кулинарный талант, никакого таланта нет, просто немножечко терпения, попробовать так, попробовать сяк, попробовать иначе, и вы придете к результату, просто надо понять суть работы закваски, суть работы самого теста, как оно живет, как оно печется, и это все очень просто, если у вас что не выходит, не опускайте руки, немножечко терпения, это не говорит, что вы там не можете, не умеете, у вас нет таланта, это все ерунда, немножечко терпения, внимания, информации, и все у вас будет круто, вот я вам гарантирую просто, всем удачи в хлебопекарском деле вообще в жизни спасибо за внимание забывайте поставить этому видео лайк загнили ко мне в инстаграм тени 3 instagram подписаться на канал хотя у меня канал совершенно не кулинарная так знаете лайфстайл понемногу обо всем тяните льви instagram я уже сказала все ссылочки внизу спасибо и увидимся в следующих видео пока пока